Девушки отдыхают Девушки отдыхают И возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам О том, что мы видели и слышали Возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами О наше общении с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна Мы свидетельствуем о том, что Слово стало плотью, обитало среди нас Мы слышали, мы видели, мы осязали, мы приняли Слово И радость наполняет нас И мы хотим, стремимся передать Слово всем людям Вот наш призыв, вот наше призвание, вот наша радость Передавать Слово Божие людям Вот дух, с которым мы с вами подходим к этому семинару Мы признаем, что Бог призывает нас нести Божие Слово Но прежде всего и самим принимать Божие Слово в сердце, в душе, в жизни Чтобы Божие Слово нас меняло И, принимая Божие Слово, мы имеем общение друг с другом Так что радость наша совершенна Вчера мы с вами говорили о том, как представляется Иисус в Коране Много там интересного и неплохого Мы узнали также, что изображение Иисуса в Коране Можно дополнить Дополнить, когда читаешь Евангелие Когда видишь Иисуса в Евангелии Слово стало плотью Чтобы все люди, все народы могли принять Его И испытать эту великую радость Именно в таком расположении Духа В таком Духе мы с вами обсуждаем все эти вопросы Прославляя Иисуса Христа Слово Живое В Котором у нас действительно великая радость Давайте для начала обратимся к Господу в молитве Наш великий и любимый Небесный Отец Мы благодарим Тебя За то, что Ты послал Иисуса Христа в этот мир Иисуса, Который есть Слово Святое Мы признаем, что Когда мы видим Тебя и слышим Тебя И осязаем Тебя, ощущаем Тебя И приглашаем Тебя в свою жизнь Мы признаем, что при этом Ты даешь нам великую радость Ты истинно Слово, дающее жизнь Слово, воплотившееся Мы благодарим Тебя Мы благодарим Тебя, Дух Святой За Твое присутствие с нами И среди нас Мы молим Тебя, Господи Будь с нами и в нас сегодня И действуй в нас, когда мы принимаем Твое Слово Помоги нам понять, что значит идти вместе Вместе нам, последователям Иисуса Христа В тех местах, где встречаются и христиане, и мусульмане Дай нам силы и мудрости, чтобы принять Слово Твое к нам Во имя Иисуса Христа Аминь Наша вчерашняя беседа Когда мы с вами говорили об Иисусе Напомнила мне одну книгу Написал ее мусульманский богослов Тарик Халиди Тарик Халиди Родом он из Ливана Очень много пишет Активно пишет Тарик Халиди Одна из его книг называется Мусульманский Иисус В ней описан Иисус согласно Корану Иисус согласно мусульманским преданиям Иисус согласно мусульманским песнопениям И действительно, мусульмане очень любят Иисуса Это особенно очевидно, когда читаешь эти стихи И слушаешь песнопения Понятно, что некоторые из этих песнопений Возникли под влиянием христианских гимнов Потому что взаимодействие между Исламом и христианством Началось практически с самого зарождения Ислама Так что многие унаследовали Христианскую любовь к Иисусу Дальше автор этой книги говорит Что мусульмане так любят Иисуса Что мусульманам и христианам Очень сложно говорить о вопросах веры Обсуждать вопросы веры И не обратиться при этом к разговору о Христе Он говорит, что Иисус занимает столь важное место Что никто из нас не может сказать Наш Иисус И только нас Нет, наоборот Мы принадлежим Иисусу Он выше наших барьеров Выше барьеров между мусульманами и христианами Я вспомнился и с этим Что несколько лет назад был в Сараево Я преподавал в баптистской семинарии Находится это семинария на горе И с горы видно Насколько разрушен был город Сараево В результате религиозных войн Между христианами и мусульманами Там, под горой, в городе Был Исламский Церкль И Исламский Центр И обращаясь к студентам Я сказал Пойдемте в мечеть Сходим к мусульманам Нет, нет, нет Они с нами не будут разговаривать Сказали они мне Потому что мы с ними воевали Ну, то тем более нужно пойти поговорить Нет Они говорят Не пойдем И я стал их уморять Я говорю Пойдемте Если вы не хотите идти Найдите мне переводчика И я пойду с переводчиком Некоторые из них сказали Хорошо, мы с вами пойдем И мы спустились в Исламский Центр И постучали в дверь Пожалуй, никогда раньше В этот Центр не приходили христиане Нам открыли дверь И мы сказали Мы последователи Иисуса Христа Мессии Мы христиане Мы из того Баптистского Центра Который на горе Мы хотим с вами познакомиться Мы хотим вас поприветствовать Добро пожаловать Сказали нам Нас усадили Нам дали чай Кока-колу И чай И еще Кока-колу И печенье Мы три часа с ними беседовали Когда мы уже уходили Нам сказали Вернитесь и приходите еще Приходите еще К нам раньше никогда Христиане не приходили И когда я уходил Я сказал нашим Мусульманским Гостеприимным мусульманам И христианам Также Я говорю Вы заметили Что сегодня Во время нашего разговора К нам присоединился Еще один гость Закрыть глаза И не обращать внимания На него Было невозможно Он провел с нами Весь этот день Да Они говорят Мы тоже заметили Что это за гость Иисус Иисус Занял центральное место За тем столом Центральное место В той беседе И Тарик Халиди Об этом говорит Я в этом неоднократно убеждался Мне гораздо проще Говорить о вере С мусульманами Чем с кем-то еще Чем с другими Какими-то верующими Я часто Летаю на самолете И если рядом со мной Сидит мусульманин И я понимаю Что нам Удастся с ним Поговорить И мы будем говорить Об Иисусе Если рядом со мной Сидит кто-то из Западной Европы Секулярный такой человек Из Западной Европы Мне с ним будет говорить Гораздо сложнее Но почему так? Я думаю Отчасти Из-за тех тем Из-за тех мыслей О которых мы с вами говорили Епископ Кенеф Крейг Часто говорит так Иисус Это таинственная личность Корана Вокруг него интрига О нем хочется поговорить Хочется разобраться Кто он такой Халиди говорит Одна из загадок Заключается в том Что Иисус Исламской набожности Иисуса Которому поют Которого спевают Этот Иисус Противостоит Иисусу Евангелии Интересное наблюдение Об этом противостоянии Мы уже говорили с вами вчера Иисус Иисус Исламской набожности Отрицает Воплощение Отрицает Распятие Халиди продолжает В Евангелиях Вся жизнь Ислужения Иисуса Христа Направлена на распятие Направлено к распятию Распятие В центре жизни Ислужения Христа В Исламском же Богословии Никакого распятия нет Поэтому Иисус Ислама Иисус Корана На самом деле Уводит нас От Креста В то время как Иисус Евангелий Ведет К Кресту Вот вам это противостояние Вот вам этот конфликт Это противоречие И еще одна причина По которой мусульмане Так заинтересованы Разговором О Христе Когда мы говорим Идите Посмотрите на Него Мы видели Его Мы осязали Его Он Слово живое Когда вы с Ним встретитесь Когда вы Его Познаете В Его полноте Вот тогда Вы обретете Подлинную Вечную радость Именно к этому Мы и призываем их Вот я коротко Может подвел черту Под тем О чем говорили Мы с вами вчера Мы с вами Продолжаем разговор О восьмой нашей теме Мохаммед и Иисус А теперь На протяжении Следующих получаса Давайте мы с вами поговорим О роли Мохаммеда В исламском богословии В исламском движении И как мы уже Несколько раз С вами говорили Мохаммед Это печать пророков Последний из пророков В ислам Мусульмане говорят Постоянно Все пророки равны Мы любим Иисуса Он пророк Божий Я несколько раз Бывал В мечети Когда имам Даже Плачет Говоря об Иисусе Но потом он говорит Но Мохаммед Это печать пророков Это высший из пророков Последний пророк Он говорит Иисус не главный пророк Да Он Плачет Имам плачет Говоря об Иисусе Но при этом Он воспринимает Иисуса Как одного из Равных друг другу пророков Но как только мы это делаем Как только мы говорим Что Иисус один из пророков Все пророки равны То мы понимаем Что Мохаммед Равнее Более равный Чем другие Все пророки равны Но Мохаммед Более равный Чем другие Он Пророк На которого все Мусульмане Хотят походить Они хотят быть таким Как он И делать То же Что делал он Потому что Если Мохаммед Печать пророков Если Коран Открыт именно Мохаммеду Если мы хотим Слушаться Корану Быть послушными Корану То как же Этому научиться Как понять Что есть послушание Где подлинный Пример Послушания Корану Где эта модель Эта модель Это пример И есть Мохаммед Это называется Суна Мохаммеда Путь Мохаммеда Да Есть Коран И есть Суна Суна Описано В хадисах В традициях В традиционных Текстах И мы Об этом С вами будем Подробнее Говорить Позже Мы будем Говорить Что такое Хадисы Как они Устроены Но это Произошло Уже Через 200 лет После Смерти Мохаммеда Была Создана Система Хадисов Люди Мусульмане Стали Составлять Эти тексты Рассказывающие О делах И высказываниях Мохаммеда О том Как он Жил Что он Говорил Но это Было Уже Со временем Это Отдельная Система Власти Она Стоит Особняком От Корана Коран Божие Откровения Откровения Божьей воли И учения Которому Мы должны Следовать Что нам Делать Как нам Жить И Как нам Верить Но рядом Система Хадисов В которых Описано Как поступал Мохаммед Потому что Мохаммед Это пример Поступков Для подлинного Мусульманина Хадисы Очень подробно Рассказывают О жизни Мохаммеда Например Его Любимую жену Назвали Хаиша И Она Рассказывает О том Как Мохаммед Сначала Обувал Правую Ногу А потом Левую Сначала Правую Потом Левую Всякий Мусульманин Захочет Делать Что Сначала Обуваться Правый Ботинок А потом Левый Почему Потому что Это Суна Пророка Мохаммеда Или Причёсывание Волос Он Начинал Причёсываться Справа А потом Постепенно Переходил На левую Сторон Значит Если вы Хотите Следовать Суне Пророка А Всякий Правоверный Мусульманин Захочет Ей Следовать То Вы Тоже Начнёте Причёсываться С правой Стороны И Потом Постепенно Двигаться Налево Налево Когда Мы Жили В Сомали К нам Часто Приходили Гости Иногда Не хватало Стульев Людей Было Слишком Много А Стульев Мало Я Клал На пол Подушки И Садился Сам На подушку Люди Начали Кричать Нет Ни В коем Случа Тогда На один Стул Садились Подвое Но Ни В коем Случа Не Разрешали Мне Сесть На Пол И Никто Из них На Пол Не Садился Иногда Даже По Три Человека Садились На Один Стул Но Только Не На пол Я Спросил Своих Друзей Мусульман Почему Мне Нельзя Сесть На Пол Ну Как же Говорят Они Мне Есть Такой Хадис Хадис Пророки Как Раз И Вот Что Говорится В этом Хадисе На Бревне Сидели Восемь Человек На Одном Бревне Больше Сесть Было Некуда Подходит Еще Два Человека О Пророк Если Все Мы Равны То Что Нам Делать Если Негде Им Больше Сесть Этим Двум Подошедшим Ответ Сядьте Поплотнее Сядьте Поплотнее Чтобы Им Было Куда Сесть А если Хотя Один Сидит На Земле Или Двое На Земле А остальные На Бревне Значит У вас Неравенство А поскольку Все Мусульмане Равны Перед Богом Садиться Надо Тоже Соответственно Если Кто-то Сидит На Полу Кто-то На Стульях Это Неравенство Так Нельзя Когда Я узнал Этот Хадис Что Я Стал Делать Когда К Нам Приходили Гость Я знал Что Гостей Будет Больше Чем Стульев Я Убирал Стулья Вообще Мы Клали Половички Такие На Пол И Все Сидели На Полу Никто На Стульях Не Сидел Чтобы Было Равенство Теперь Внимание Насколько Я себе Представляю Нет На Земле Религии Или Богословской Системы Или Идеологической Системы Где Подражание Действиям Основателя Столь же Важно Как и в Исламе Да Мы Конечно Следуем За Христом Но Нам Совершенно Не Важно Как Он Обувался Это Нас Вообще Не Заботит Нам Не Важно Как Иисус Причесывался Как Он Омывал Руки Перед Едой Нам Эти Подробности Не Важны В Исламе же Есть Какая Зацикленность На То Чтобы Во Подражать Пророку Мухаммеду Почему Потому что Все Аспекты Нашей жизни Должны Быть Подчинены Авторитету Корана А именно Мухаммеду Это лучше Всего Удалось Он Совершенный Пример Согласно Корану Согласно Корану Он Также Первый Среди Мусульман Первый Среди Равных И Его Нужно Ему Нужно Следовать Так что Ж Они Обязаны Сначала Обувать Правую Ногу Потом Левую А Второе Есть Какие Истории О том Как Мухаммед Одевался Они Что Пытаются Одеваться Так же Да Ответ На Оба Вопроса Да Во-первых Конечно Настоятельно Рекомендуется Подражать Пророку Если Хочешь Быть Послушным Корану Подражай Пророку Конечно Мусульмане Одеваются По-разному Однако Есть Хадисы По поводу того Как Одевался Мухаммед И Многие Благочестивые Мусульмане Пытаются Одеваться Именно Так В Штатах Мы Часто Видим Как Мусульмане Идут В Длинном Таком В длинной Такой Накидке По улице Или В Шапочке Специальной Шапочке Почему Потому что Так Ходил Мухаммед Кто-то Относит К этому Более Серьезно Кто-то Менее Серьезно Однако Общее Направление Очевидно Подражать Мухаммеду Итак Внимание Следовательно Если Вы критикуете Мухаммеда То что Вы делаете Тем самым Тем самым Вы критикуете Каждого Мусульманина На земле Потому что Каждый Мусульманин Хочет Подражать Мухаммеду Еще раз Вы критикуете Всех Мусульман На земле Если У вас Сосед Мусульманин И вы Критикуете Мухаммеда То вы Критикуете Не только Мухаммеда Но и Вашего Соседа Вчера Ну или Недавно Вы Говорили Мы с вами Говорили О Этих Карикатурах Помните Карикатурах Которые Были опубликованы В датской Газете Мы понимаем Что сделали Это не христиане Сделали это Неверующие Светские люди Но реакция Мировая реакция Реакция Мирового Ислама Оказалась Очень суровой Почему? Да потому что Критикует Этот человек Не только Мухаммеда Но критикую Его Он критикует И всех Мусульман На земле Так что Если что-то Нам не нравится В жизни Мухаммеда То делать это Нужно Очень аккуратно Очень осторожно Говорить об этом Нужно Очень осторожно Мухаммеду Нужно Не только Подражать Но Со временем Когда уже Был дан Коран Когда стало Развиваться Богословие Мусульманское Появилось Также Учение О безгрешности Мухаммеда В Коране Нет утверждения О безгрешности Мухаммеда Однако Многие Исламские Богословы Именно этому И учат Мухаммед Был безгрешен И во многих Мусульманских Общинах Мы с вами Будем говорить Об этом В связи С суфизмом Во многих Мусульманских Общинах Он превозносится До уровня Хадатая Согласно Корану Хадатая Не существует Не может существовать Он просто не нужен Таков Таков Остадоксальный Ислам Но дальше В Коране Говорится Нет Хадатая Кроме Того Случа Если Бог Его Поставит Это Многие Считают Что Бог Поставил Хадатая И Это И есть Мухаммед Когда Будем Говорить О суфизме Я буду Говорить Об этом Подробнее Но Вот Эта Идея Хадатая Среди Многих Мусульман Присутствует Особенно Применительно К Мухаммеду Которого Они Очень и Очень Высоко Прославляют Никогда Не обожествляют Нет Никогда Не обожествляют Но все же Возвеличивают И прославляют И многие Смотрят Доступное Христианское Христианское Образование И формирование Сотен Служителей По всему Миру Поддержите Наш проект Молитвой И финансами О чем Молиться И как Пожертвовать Вы можете Найти на сайте www.tvseminari.com Я перехожу к четвертому пункту Перепрыгиваю к четвертому пункту Нашего плана Иисус и Мухаммед В Коране говорится Что Что Иисус Пророчествовал Приход Мухаммеда И вот Мусульмане Читают И перечитывают Новый Завет Чтобы понять Где же Там говорится О Мухаммед Где же говорится О его Предстоящем Пришествии И вот они Доходят Находят Такой текст Евангелия От Иоанна Особенно Иоанна 14 Где Иисус Говорит о том В 16 стихе И я упрошу И я умолю Отца И даст вам Другого Утешителя Духа Истины 17 стих 14 главы Придет он Дух Истины 16 стих Утешитель И в 16 главе Мы видим Обещание Утешителя Которому Натлежит Прийти Вот он Говорят Они Вот оно Вот оно Обещание Обещание Прихода Мухаммеда На самом деле В 14 и 16 Главах Иисус явно Говорит что Речь идет о Святом Духе Нет Мусульмане С этим Не согласны Они говорят Иисус Пророчествовал Пришествие Прихода Мухаммеда Многие Мусульманские Ученые Отобращаются К греческому Языку В доказательство Своего Предположения По-гречески Я буду писать Латинскими буквами Параклетос Параклетос Это Утешитель Утешитель Придет По-разному Это слово Переводят Обычно Утешитель Мусульманские Исследователи Утверждают Что их исследования Показали Следующее Подлинное слово Было не Параклетос А Параплютос В подлинных Рукописях Было Параплютос Что означает Прославляемый Превозносимый А Ахмед Означает Как раз Прославляемый Превозносимый Ахмед Ахмед Еще одно Имя Мухаммеда Значит Мухаммед Ахмед Прославляемый Превозносимый Так вот Они говорят Первоначально Там было слово Параплютос Означающее Превозносимый Прославляемый Значит Это и есть Ахмед Значит Ахмед И Мухаммед Одно и то же Вот соответственно Речь идет о Мухаммеде Я встречаю этот аргумент Повсюду Когда речь заходит О Мухаммеде Я был как-то В мечети В Пенсильвании В Харисбурге И Имам Начал говорить Об этом Имам Начал говорить О том Как Иисус Ожидал Пришествия Мухаммеда И пророчествовал Его пришествие А потом Христиане Взяли Это пророчество И тут Проповедник Даже заплакал Расплакался Взяли И изменили Вместо Прославляемый Написали Утешитель То есть Христиане Испортили Исказили То что было написано В первоначальном тексте Дорогие братья и сестры Я думаю Что нам следует Как можно яснее Как можно четче Сказать следующее Это Неправда Слово Которое здесь Встречается В стихе Нигде Не Записано Как параплютус У нас есть По крайней мере Пять тысяч Рукописей Нового Завета И в греческих Рукописях И в ранних переводах На сирийский На латинский Во всех этих текстах Без исключения Написано Одно и то же Параклейтос Утешитель Никто этого Не менял Иисус Иисус Не обещал Прислать Прославляемого Иисус Обещал Прислать Утешителя Параклейтос И в 14 И в 16 Главах Евангелия Теанна Мы видим Уточнение Что Говорил он О Святом Духе Он говорит Также о том Что будет делать Святой Дух Обречит в грехе И в правде Напомнить слова Иисуса Будет вести Церковь Будет направлять Церковь Все это Исполнилось Как раз В день Пятидесятницы И до сих пор Это продолжает Исполняться В жизни И служении Церкви Иисус Предсказывал Пришествие Святого Духа Я Умоляю Моих друзей И мусульман Не надо Не надо Искажать Писание Потому что В Священных Писаниях Параклетос Никакого Параплутос Там нет Не искажайте Библию Принимайте Библейское Слово Что Иисус Пророчествует Пришествие Святого Духа Я говорю Так Ребята Просто Подружески Хочу с вами Говорить Очень искренне Никогда 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 Не стоит Утверждать Что Дух Святой Это человек Никогда Не нужно Называть Духа Святого Человеком Это не человек Дух Святой Это Божие Присутствие С нами Иисус Пророчествовал Предсказывал В Сошествии Святого Духа Духа Божия Который Продолжит Божие дела На земле Если Без Духа Святого То как Истину Познать Потому что Когда познаешь Истину Открывается Сердце И Сердце Готово К покаянию Я беседовал С одним Мусульманским Богословом В университете Пару лет назад Это было И я говорю Мы И он говорит Мы мусульмане О Святом Духе Не знаем То есть Правда для нас Закрыта Говорит он Да Говорю я Нужно сначала Принять Святого Духа А что надо теперь делать Говорит он Я говорю Тут совершенно ясный ответ От Иисуса Христа Просите Святого Духа И получите Очень просто Просите Духа Святого И получите Чтобы понять истину Но только ни в коем случае Ни в коем случае Ни за что Не называйте Духа Святого Человеком Дух Святой Это Бог с нами Вопросы Скажите А на каких источниках Они основываются Объясняя Вот это Параплютос Источников у них нет Нет Подождите Но они же откуда-то взяли это Взяли Но источников нет Так откуда же они это взяли Это просто такое предположение Предположение Технологическая поддержка Очевидно Параплютос Параплютос Ничего другого Ни каких исключений Даже в древних рукописях нет Просто люди хотят найти пророчество И говорят А вот оно Наверное вот оно Так что нам Это нужно четко объяснять И четко Самим Понимать Это Да Мусульмане говорят Не Искажайте Писание Мы отвечаем Да Ребята Вот вы как раз Не искажайте Писание Не изменяйте Писание Здесь Нас не Сердятся Когда мы говорим Что ребята Не искажайте Писание Сами На самом деле Я их ни в чем не обвиняю Я просто так легко И спокойно говорю Они говорят Ребята Не искажайте Писание Я говорю Правильно Да Не нужно искажать Но и вы тоже Не искажайте Все просто и легко Наша лекция Подошла к концу Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует